Всем привет! Вы на канале Кинотрафик и я, Маша. Сегодня мы расскажем вам о моих фильмах про маленьких человечков. И первый, конечно, про дюймовочку. Новая версия дюймовочки вышла в 1994 году. Прорисером стал Дон Блуд. Это прекрасный рисованный фильм в стиле классического Диснея. Из волшебного семечка вырастает цветок, в бутоне которого находится дюймовочка, рожечная девочка. Однажды она знакомится с прекрасным Корнелиусом, принцем эльфов. Герои влюбляются друг в друга, но им придется преодолеть много препятствий, чтобы быть вместе. Интересные факты. Дон Блуд режиссер таких популярных анимационных картин, как «Все псы попадают в рай» Анастасия. Всем привет! Меня зовут Аргена. И вы сейчас на канале Трюмон Кинотрафик. Сегодня мы вам расскажем о кино Торетти из страны Лилипутов. Если дословно перевести название полнометражного аниме-фильма на русский, то получим берущую понемножку о рейте. Этот мультфильм был режиссерским дебютом 36-летнего художника-аниматора Йонибаяши Хиромазы. Он стал самым молодым режиссером, когда-либо снявшим мультипликационные ленты для знаменитой студии Гибли. Сценарий был написан основателем студии и знаменитым автором «Унесенный призраками» Хаяо Минадзаки. На основе сказочной повести Мэри Нортон «Добывайки» и под впечатлением книги «Таинственный садо» Фрэнсис Элизе Бернетт. Сенсиль Карбель написала и исполнила главную песню фильма на двух языках – английском и японском. Это очарующие красоты мультфильма о знакомстве маленькой «Добывайки» Ориэйти и мальчика по имени Се. Крохотное народе заживет в доме и активно добывает все. Вот только это должно обязательно оставаться тайной для людей. А вот дружба главной героини с человеческим ребенком может раскрыть эту тайну и стать угрозой удивительным жителям. Мультфильм Ориэйти из страны липутов посмотрели в кинотеатрах 7 миллионов японцев. Он стал самым кассовым дебютом фильма за всю историю японского кино. Эта картина прекрасна всем – и фирменная рисовка, и удивительная саундтрека, и, конечно, удивительные и драгательные истории. Советуем посмотреть фильм не только ценителям маневой, но и абсолютно всем детям и взрослым. Всем привет! Вы на канале КиноТрафик. Я – Нина. Сегодня мы вам расскажем о мультфильме «Эпик» 2014 года. Знаете ли вы, что «Эпик» добиралась от экрана в целых 15 лет? Впервые идея мультфильма про маленьких лесных человечков пришла к режиссеру Крису Уэджу после посещения выставки викторианских волшебных картин, куда в 1998 году привел его друг. После долгой разлуки юная Мэри Кэтрин возвращается в дом, где живет ее отец – безумный профессор. Однако тот совсем не обращает внимания на дочь и одержим лишь одной идеей – изучить скрытый от посторонних глаз таинственный лесной мир. «Эпик» – это приключительская мультипликационная 3D-комедия о волшебном и фантазическом мире. Он рассказывает историю о вечной битве между семьями добра, стрельмящейся сохранить жизнь на земле. Иная девушка чудесным образом попадает в тайную вселенную. Она объединяется с воинами Лифменами и другими жителями леса, чтобы спасти их мир. Все это фильм эпик, и все это происходит в мире, который мы никогда раньше не видели, хотя он и находится совсем рядом с нами. Всем привет, с вами Кинотрафик и я, Алиса. «Долина Паверников. Последний тропический лес» – это полномонтажный мультфильм режиссера Уильяма Кроера, вышел в 1992 году. Визуальный мультфильм повествует о последнем тропическом лесе, ставшем прибежищем для всех волшебных созданий, в том числе и для народа фей. Люди здесь уступают злодеям, пытающимся разрушить последний оплот природы, но не все. Простой парень по имени Зак, оказавшийся уменьшенным, открывает для себя магический мир леса, а заодно влюбляется в Кристу, дочь вождя, крохотного народа. В конце ему приходится возвращаться в свой человеческий большой мир, зато стараниями героев был сохранен мир, маленький и волшебный. В мультфильме много музыки, изобретенных и ритмичных песен, его даже можно назвать анимационным мюзиклом. Советуем посмотреть его детям и взрослым. Всем привет, вы на канале Кинотрафик, я, Маша. А Артур и Минипута – это еще один замечательный фильм с участием маленьких человечков. В нем участвуют актеры и персонажи, исполненные в 3D-анимации. Первый фильм о привлечениях Артура был снят с знаменитым французским режиссером Ликом Бессоном в 2007 году. Десятилетний Артур с трудом верит в сказки бабушки, где есть Африка, кубинный, загадочный эльфийский народец Минипута. Но Артуру приходилось начать отыскать спрятанные дедушки-закровища и попасть в тот самый микромир длительных существ. Оказывается, что волшебный народец угрожает смертей на опасность, и теперь он должен спасти не только свою семью, но и эльфов. Селение похоже на Лилу, героиню из хита Люка Бессонна, 5 элемент 1997 года. Она с рыжими волосами. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. С вами был Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сюда я на канале Кинотрафик. С вами была Вера. Всем пока. С вами была Алина и канал Кинотрафик. С вами была Маша и Кинотрафик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Добавил субтитры DimaTorzok